Ну а предсказать можно следующим образом. Конечно, тут влияет много факторов. Давайте запишем, какие факторы притягивают циклон и какие факторы притягивают антициклон. То есть нам нужно распределить их по показателям Луны. Нужно распределить по показателям Луны. Вот если говорить о циклоне, то когда возникает циклон? Когда теплый воздух вторгается в холодный, тогда происходит циклон. То есть теплый воздух вторгся в холодный и возникает циклон в этом случае. Если теплый, добавляется к холодному. И погода, как говорят, становится ненастной. Такое понятие ненастная погода. Итак, параметры циклона и антициклона. Это четыре параметра. Давайте запишем про антициклон. Четыре параметра антициклона по лунному календарю. Первый – это Луна в Раке. Луна в Раке бывает каждый месяц. Луна в Раке, она призывает антициклон. Второй параметр – полнолуние. Полнолуние – это тоже для антициклона. То есть, когда осадков нет, летом жарко, а зимой холодно. Полнолуние – Луна в Раке. Третье – Луна в Северном узле. В Северном узле. Это тоже для антициклона. И четвертое – Луна в Пиригее. Луна в Пиригее. Тоже для антициклона. То есть, у нас антициклон, он происходит, когда бывают четыре показателя. Это Луна в Раке формирует антициклон. Почему именно в Раке? Потому что для Луны Рак – это знак наивысшего ее влияния. И когда Луна приходит в знак Рака, то она формирует антициклон. Кстати, если холодно, вы мне скажите. Потому что сейчас уже циклон приближается, да. Потому что они друг с другом все время борются. Циклон с антициклоном. Луна в Раке – полнолуние за антициклон. Поэтому, когда наступает полнолуние летом, мы ждем жару. А зимой, полнолуние, мы ждем сильный мороз. Когда Луна проходит северный узел, мы ждем антициклон. Это каждый месяц она узлы проходит. И когда Луна проходит Пиригей. Это тоже антициклон. Теперь вопрос. А когда бывает циклон? Когда мы ждем, что погода, как говорят, испортится. Ну, потому что принято считать, что циклон, ну, из-за осадков и ветра, это типа ненастье, плохая погода. А антициклон, погода хорошая. Коллеги, эти точки зрения не совсем правильные. Дело в том, что для, как бы, организма и то, и то бывает полезно. То есть нельзя сказать, что циклон это плохо. Ну, когда погода портится и идут осадки. Когда идут осадки, очищается атмосфера. И это, наоборот, очень полезно. Очищается, да, воздух, которым мы дышим. Поэтому, если бы циклонов не было, ну, вот все время было так, как сегодня, то это было бы очень вредно для здоровья. Когда формируется циклон? Циклон формирует Луна в Козероге. В общем, Луна в Козероге притягивает в эти дни циклон. Также циклон притягивает Новолуния. Ну, они работают в оппозиции, да, полнолуния, новолуния, рак, козерог. Видите, это показатели противоположные. То есть, когда новолуния, чаще будет погода с осадками. Либо дождь, либо снег, если это зима. Дальше циклон притягивает прохождение Луны по южному узлу, притягивает циклон. И апогей притягивает циклон. Апогей притягивает циклон. Вот четыре фактора. Вопрос, всегда ли действует эта закономерность? Нет, не всегда. Когда она перестает действовать? Когда происходят затмения? Вот почему я вам сейчас все это рассказываю. Потому что мы с вами проживаем коридор затмений. И в этом коридоре, мы говорили, много-много жутких всяких событий успеет произойти. Они каждый день и происходят. Потому что такой коридор тяжелый очень оказался. В этот раз особый. Так вот, в любом коридоре затмений это все ломается. Это все ломается. В любом коридоре затмений все закономерности ломаются. Сейчас мы посмотрим это по лунному календарю. То есть, к примеру, вы хотите, ну на таком хотя бы вот уровне нашей таблицы, сделать прогноз погоды. Ну, не глубже. Потому что есть более глубокие методы. Они уже основаны на конкретный город смотреть. Ну, не просто вот по таблице. Это же таблица, она всеобщая. А есть еще способ сделать прогноз погоды там на конкретный день, на конкретный город. Это уже более глубоко. Вот вы хотите вот хотя бы так посмотреть. Что мы имеем? Мы имеем коридор затмений. Причем в этот раз коридор оказался вот к вопросу о том, почему, например, так все та же трагедия в Москве, которую мы уже обсуждали с вами. И есть еще кое-что мне вам показать на эту тему интересное. Почему даже раньше началось? Потому что в этот раз коридор затмений очень плотно упакованный. Вот смотрите, было полнолуние и было 25 марта. Лунное затмение. И тут нарисован вот это какой узел? Южный. Узел должен быть. Если бы не узел, не было бы чего тогда. МЗ мне было бы написано. Но рядом буква А. Скажите, а буква А тоже обязана быть, когда затмение? Нет. Нет. Апогей. Да. Буква А не связана с затмением. Буква А идет как бонус, так сказать. А когда мы видим в таблице такие вот наслоения, это и есть перст Божий, Божий палец, который говорит, вот тут какая-то бяка. Вот тут, ну когда все навалилось в одну кучу, все там, затмение, апогей, вот тут какая-то бяка говорит нам палец. Итак, давайте попробуем посмотреть вот с точки зрения погоды. Что получается? Полнолуние это циклон или антициклон? Только что писали. Антициклон. Апогей. Циклон. Южный узел. Циклон. Получается, один антициклон и два циклона. Вопрос, а сейчас вроде антициклон. Почему так? Потому что в затмении все закономерности рушатся. Поэтому есть правило, когда идет коридор затмений, в это время лучше не проводить никаких коммерческих сделок. Потому что в коридоре погода ломается, как бы вот те закономерности, которые всегда действуют, они как бы нарушаются. И в голове людей все нарушается. Поэтому в коридоре затмений даже погода живет не по правилам. Даже погода живет не так, как должна была жить. Итак, мы видим, что у нас по идее тут циклон должен быть, а у нас наоборот установился очень мощный антициклон. А теперь посмотрите, к чему мы идем с вами. К чему мы идем? Мы сейчас на середине этого адского коридора. И завершится этот коридор солнечным затмением 8 апреля. Новолуния. Солнечное затмение. Узел, понятно, без узла не было бы чего тогда. Затмение. А вот это еще что? Буква П. Буква П не обязана быть, но она тоже до кучи сюда добавилась. И вот мы пытаемся предсказать погоду. Смотрите, сегодня, вернее вчера в 7 утра 1 апреля луна вошла в козерог. Только что писали, луна в козероге притягивает циклон. Хороший циклон, на небе не облачко, погода стоит по-летнему жаркая. То есть то, что мы переживаем, это сильнейший не циклон, а вы теперь понимаете, а кто это? Анти. Анти. В коридоре затмений все вот это вот не работает. Все происходит наоборот. В коридоре затмений есть? Нет. Вот это же коридор. Да, четко. Да. Теперь вот давайте попробуем, что будет в следующий там вот воскресенье, понедельник. Ну вот если бы мы погоду предсказывали. Что мы здесь видим? Мы видим, новолуние, это должен быть циклон, северный узел, антициклон, перигей, анти. Вроде бы два за антициклон и только один показатель за циклон. Но учитывая, что это конец коридора, все может быть с точностью до наоборот. Поэтому, коллеги, к понедельнику нас ждет сильнейший циклон. Ну то есть, да, сильнейший циклон. Небо будет каким? Хмурым. Затянуто облаками и температура резко, поскольку сейчас весна. Циклон же он всегда в обратную сторону. Зимой теплее, летом холоднее. Температура понизится до минусовых значений. Вот она. Потому что коридор затмений, потому что все в коридоре нарушено. Хоть что-нибудь было понятно? Понятно. В обычные, не в затмении, мы просто смотрим сюда. И вот по этим показателям, что за циклон, что за антициклон, как бы формируем примерный прогноз, что когда будет. То есть, к примеру, вот... По одному показать? Нет, нет. Мы их по каждому смотрим. Просто они все же не вместе бывают, а по отдельности. Ну вот, к примеру, в субботу вечером 13 апреля Луна войдет в рак. И потом 14-15, мы только что писали, что Луна в раке, антициклон. То есть, вот этот мощный циклон, который завершит коридор, он потом сменится антициклоном и резким потеплением. Потом чуть ниже будет буква А. Апогей это циклон. Там пойдут осадки. Возможно, 20 апреля. И там южный узел рядом. То есть, 20-22 апреля, вот это А и южный узел. Мы бы ждали с вами осадки. Потом 24-го полнолуния. Это антициклон. Погода снова становится ясной. Потом Козерог. Ну, дойдет Луна до Козерога. То есть, мы вот так сверху вниз идем, и что видим, то и поем. Но когда коридор затмений, все будет наоборот.